Всем добрый вечер! Вы смотрите новости. Меня зовут Антон Скаль. Начнем этот выпуск с главных тем. Что взять с потолка, особенно когда его состояние оставляет желать лучшего. В одной из барнаульских квартир обрушилась крыша. Есть ли жертвы? Мужчины на отдых в 65 лет, а женщины в 60. Пенсионная реформа начала действовать с этого года. Почему ей рады не все и что делать для активного долголетия? Когда ушла на пенсию, сначала как-то все получалось. Сначала отходила там от чего-то, потом еще пришлось поработать. И в 64 года меня привело к танцам. Усы, лапы и хвост их главные документы. Сегодня не только начало весны, но и международный день кошек. Наши корреспонденты расскажут о самых необычных породах хвостатых питомцев. Минкуну Леве два года. Несмотря на свой угрозный вид, он очень ласковый и добрый. А домашний называют его миротворцем. Штормовое предупреждение объявлено на Алтае из-за угрозы подтопления на выходных. Воздух в регионе может прогреться до плюс 13 градусов. Местами в регионе возможно затопление низменных мест. В крае днем 3, 4 и 5 марта ожидается повышение дневной температуры воздуха до плюс 7 градусов. В предгурьях до плюс 13. В отдельных районах снег. Днем временами дождь. 5 марта местами сильные осадки. Что будет способствовать началу снеготаяния и формированию склонового стока в верховьях рек Аной, Песчаный, Черыж, Белая и Али. Возможно затопление талой водой пониженных мест рельефа. В Барнаульском аэропорту обнаружили еще 6 потенциально опасных трапов. Прокуратура после проверки запретила эксплуатацию четырех и приостановила использование еще двух. Всего в аэропорту 11 трапов. Так же, как сообщил местным СМИ западно-сибирский транспортный прокурор Денис Костенко, трап, с которого при посадке на борт 12 февраля упали 6 человек, использовался дольше срока его эксплуатации. Установлено, что трап не проходил планового обследования. Напомним, шесть пассажиров упали с высоты и получили травмы. Троих госпитализировали с переломами. Причиной назвали разрушение узлов крепления корпуса подшипника передней опоры. Тогда директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко пояснил, что данный трап прослужил более 20 лет и проходил глубокий осмотр во время подготовки аэропорта к осенне-зимнему периоду в октябре прошлого года. Капитальный ремонт трапа, по его словам, был осуществлен в 2012 году на предприятии в Белгороде. Не исключалось, что тогда на него были установлены некачественные или бывшие в употреблении детали. Завершено расследование уголовного дела по факту резонансного ДТП в Барнауле, когда погибли трое человек. Напомню, авария произошла в октябре прошлого года. Столкнулись БМВ и Рено. В первом ехал водитель и пассажир, во втором водитель и четыре пассажира, в том числе два ребенка. Все погибшие в момент аварии были в Рено. БМВ на высокой скорости проехала регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезалась в Рено с циник. Водитель был пьян. Из-за аварии на месте погибла пятилетняя девочка. Женщина и ее трехлетняя дочь скончались от полученных травм уже в больнице скорой помощи. Александр Руденко, водитель БМВ, полностью признал вину. В ходе следствия была проведена автотехническая экспертиза, судебно-медицинская, психологическая и другие. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд. Санкции статьи предусматривают наказание от четырех до девяти лет лишения свободы. Окончательное решение по делу примет суд. Это утро началось для одной из барнаульских семей не с завтрака. К нам в редакцию обратились жильцы квартиры, в которой сегодня обрушился потолок. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Сигнал «пора вставать» для семьи Татьяны Буханцевой подал не будильник, а шум ломающейся крыши. Благо, никто не пострадал, успели отбежать. Теперь квартира в доме профинтерна 51 непригодна для жизни, а в ней живет шесть человек, трое взрослых и трое детей. После ЧП Татьяна позвонила в управляющую компанию с просьбой о помощи. Они мне сказали, месяц походи, побейся. На третий месяц, может, тебе и дадут временное жилье. На третий месяц? Да, на третий месяц. Я говорю, а я сейчас куда должна с детьми пойти? А что, некуда? Я говорю, нет, некуда. Я говорю, что, ну сейчас, говорит, мы вам прикроем дырку и живи дальше. Живи дальше. Все. А то, что маму с инфарктом увезли, вот на это все смотря. И ничего, мама сейчас у меня в реанимации лежит. Татьяна рассказывает, крыша в квартире проседала давно. Были подтеки. И такая проблема не только у нее. Жильцы говорят, вода с потолка капает в этом доме уже пять лет. Люди уверены, причина – некачественная кровля. Талая вода попадает в соединение крыши, затем на перекрытие и после в квартиры. Жители боятся, что может пройти замыкание электропроводки. Первый год обращались в компанию управляющую. И нам компания управляющая то силиконом замазывала эти щели между стыками, между листами профиля, то еще как-нибудь там вроде как это самое, ну что-то делали. Эта компания ничего не делает. Вот с сентября месяца мы как перешли в эту компанию, и вообще никаких продвижек с этой компанией нет. Застать бригаду управляющей компании нам удалось только при повторном визите в дом. Главный инженер уверил, что потолок золотают сегодня. Управляющая компания «Старый Барнаул» утверждает, что в состоянии дома виноваты сами жильцы. В данной квартире долг 13 тысяч рублей, 13 800. При начислении текущего содержания 400 рублей в месяц. Сколько лет не платит человек за содержание данной квартиры? А другие квартиры почему? Вот мы, допустим, были в квартире на этой же лестничной площадке, там бабушка живет, у нее все оплачено, мы квитанции смотрели. Мы начали убирать лед с кроли позавчера, бабушка это видела, бабушка это знает. Планировали сегодня продолжать, но сегодня произошло вот это обрушение, поэтому занимаемся здесь. 4 марта пройдет собрание жильцов. Возможно, решат пригласить комиссию, которая проверит дом на аварийность. И только потом будет, вероятно, расселение. Но это лишь планы, а пока жителям дома приходится все чаще с опаской смотреть вверх. Вадим Слюсарев, Денис Кузьменко, новости. 95 миллионов рублей получат учреждения социальной защиты на обновление материально-технической базы. Соответствующее решение принял губернатор Виктор Томенко. 41 миллион направят на ремонт домов, интернатов и комплексных центров. 30 миллионов на приобретение оборудования и развитие информационных систем управления соцзащиты. Еще 20 миллионов направят на приобретение автомобилей для инвалидов-колясочников, детей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей. Всего в 2019 году Алтайский край получит 17 миллиардов рублей на развитие социальной сферы. Постоянное финансирование наших учреждений позволяет нам сегодня не иметь в системе аварийных, пожароопасных. Они все соответствуют. Мы сейчас проводим ремонты отделений милосердий для того, чтобы все люди с тяжелыми заболеваниями находились на первых этажах. Это важно для эвакуации в случае каких-то нештатных ситуаций. С 1 января 2019 года пришла в действие новая пенсионная реформа. Теперь мужчины выходят на пенсию в 65 лет, а женщины в 60. Также в закон ввели понятие предпенсионеры и досрочный выход на пенсию. С нововведениями разбиралась моя коллега Полина Жданова. Долгие прогулки, ходьба, туризм. Людмила Рощик на пенсии не скучает. В прошлом спортивный тренер, преподаватель в училище Олимпийского резерва. Людмила Николаевна вышла на пенсию не в 55 лет, как было тогда положено, а в 60. Сама так решила. Сегодня ей 67, и она по-прежнему ведет максимально активный образ жизни. Только теперь, помимо спортивной площадки, у пенсионера другое увлечение – танцы. У меня было спортивное хобби, и достаточно высокие спортивные результаты были. Я не могла бросить баскетбол свой любимый. И потом, когда ушла на пенсию, сначала как-то все получалось, сначала отходила там от чего-то, потом еще пришлось поработать. И в 64 года меня привело к танцам. В гардеробе Людмилы Николаевны сценических костюмов едва ли не больше, чем повседневные одежды. Пенсионерка говорит, если не можешь бегать, ходи, не можешь ходить, все равно двигайся, потому что в пожилом возрасте только активный образ жизни спасет от обилия болезней. Людмила Николаевна считает, что не все рады пенсионной реформе, потому что не чувствуют себя стабильно и боятся в преклонном возрасте остаться без работы. Однако в новом законе предусмотрено такое понятие, как предпенсионер. Это женщины от 55 и мужчины от 60 лет. То есть те, кому осталось доработать до пенсии 5 лет. Для них действуют люготы, которые помогут избежать трудовой дискриминации. Так работодатель не имеет права уволить предпенсионера без особо веской причины. Также он обязан выделить два оплачиваемых дня на диспансеризацию, удобных работнику. Предпенсионеры имеют люготы по налогу на имущество и компенсацию санаторно-курортного лечения. В сложной ситуации с рынком труда, в первую очередь, наши работодатели, я сам переживаю, смотрят, кого отправить на рынок труда или на свободный, это лиц предпенсионного и пенсионного. Эта мера защищает интересы человека, который готовится на пенсию. Также есть возможность уйти на пенсию досрочно. Этого могут добиться те, чье предприятие закрылось или попало под волну сокращений. В таком случае доступен досрочный выход на пенсию через службу занятости населения и получение пособия в размере МРОД. Это 11 280 рублей. Причиной досрочной пенсии является и трудовой стаж у мужчин 42 года, а у женщин 37 лет. Также в список досрочников входят многодетные мамы, которые воспитали трех и более детей, инвалиды, те, кто работает на Крайнем Севере, опасном и тяжелом производстве. Повышать пенсионный возраст будут постепенно, на полгода каждый год. У мужчин переходный период растянется до 2028 года, а у женщин до 2034 года. В ближайшее время новую реформу ощутят на себе мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения. Они выйдут на пенсию в 2020 году, в 56 лет и 61 год соответственно. При этом те, кто должен выйти на пенсию в этом году и в 2020, смогут сделать это на полгода раньше. Полина Жданова, Сергей Балуев, Сергей Седых, новости. Флорист кинула к вальчик леса. Теперь все эти профессии может освоить корреспондент. Пятый по счету конкурс «Журналист. Меняет профессию. Стартовал в Алтайском крае». Его организаторы – Крафт-клуб М2, Министерство образования и науки Алтайского края при поддержке и содействии Департамента администрации, губернатора и правительства региона по информационной политике. В течение двух месяцев представители краевых средств массовой информации будут осваивать рабочие специальности и рассказывать о них своей аудитории. Освоить новую профессию и попробовать себя в роли гипсокартонщика решил и главный режиссер телеканала «Катунь-24» Александр Тимофеев. На самом деле считаю, что я могу, что умею делать сам в качестве прикладного, прикладных материалов. Обои поклеить, покрасить, плитку положить. Но подготовить стену для этой деятельности я как бы не умею. Вот решил освоить эту профессию, чтобы до конца весь процесс выполнять самому. А сейчас к другим темам. Призраки продолжают преследовать подростков Барнаула. Не пугайтесь, это речь идет о новом фильме студии «Шкит». Она выпустила вторую часть фильма «Моя игра 2». На показе побывала наша съемочная группа. Подростки встречают девочку-призрака. Чтобы помочь ей вернуться в свой мир, они отправляются на место, где встретились впервые. В этом описании поклонники барнаульского кинематографа узнают сценарий фильма «Моя игра». Состоялась премьера уже второй части. В нем зрители узнают, почему призрака видели именно эти дети. Сценарий фильма написал режиссер-сценарист студии Александр Агалаков. Показ прошел в последний день зимы. Актеры кинопремьера прибыли на лимузине. Их встречали родители и поклонники творчества. В фильме главных ролей нет, потому что у нас каждый актер несет свою какую-то роль, свою эмоцию, свою идею какую-то он передает. То есть каждый актер у нас индивидуален и история его уникальна. Это фильм о духовных ценностях. Так его сами характеризуют актеры. Съемки продлились более пяти месяцев. Актеры – обычные школьники. Кто-то снимался впервые, а кто-то уже с опытом. Локация фильма для граждан будут знакомыми. Проспект Ленина, Ленточный бор, Дворы города. Было хорошо. Это не описать словами. Это было очень-очень познавательно, очень круто, очень весело. От съемок у меня впечатления очень радостные, яркие. Это были незабываемые моменты, которые я долго еще буду вспоминать. Будут грандиозные впечатления. Только положительные. Очень много ярких впечатлений было. Студия существует уже пять лет. На ее счету более десяти полнометражных фильмов. Актеры студии – школьники разных возрастов. Прежде чем встать перед камерой, ребята проходят тренинги. Изучают актерские техники. Если вы не успели побывать на премьере второй части «Моей игры», посмотреть фильм можно в группах студии в социальных сетях. Татьяна Вострикова, Анатолий Фукс. Новости. Еще один фильм киностудии «Шкит». «Мой папа-мальчик» вы сможете посмотреть в эфире нашего телеканала завтра в 15.40. Не пропустите. Это Боря. Он недавно переехал в наш город, поэтому не сразу нашел мой дом. И поэтому немножко опоздал на день рождения. А где папа? А папу на работу вызвали. Срочно. Угу. На работу. В воскресенье. Зачем? А ему в командировку надо уехать. Какую-то там конференцию провести. Дни на пять точно. Свои праздники есть не только у представителей разных профессий, от учителя до строителя, но и у пушистых любимцев. Сегодня во всем мире празднуют День кошек. Это еще один повод порадовать своего питомца банкой вкусных консервов. Екатерина Варкентина решила рассказать о необычных хвостатых. Она отправилась в гости к настоящей сильной независимой женщине, у которой целых 14 кошек. Усы, лапы и хвост. Вот их мохнатые документы. Сегодня по всему миру отмечают День кошек. И мы отправились к жительнице Барнаула Наталье Калачиковой, чтобы потрогать питомцев за их праздничные лапки. Чего нет в доме у Натальи Калачиковой, это уж точно тишины и спокойствие. Ведь его населяют 14 кошек. И все они разных пород. Каракалы, лесной кот, шотландцы и мейн-кун, сервал и чаузи. Все эти кошки чаузи, несмотря на то, что они одной породы, все абсолютно разные. Посмотрите, у него какие дикие ушки с отметинами, ложные бабочки. Кисточки у нас на ушках. Дикого окраса, как камышовый кот, как наш дедушка. Очень ласковые кошки, мускулистые, высокие, длинноногие. Чаузи – гибридная порода от скрещивания дикого камышового кота с домашней кошкой. Эти питомцы игривые и компанейские. Им нужно постоянное общение с человеком. Но при этом на руках сидят крайне редко. Ну а со своими многочисленными соседями живут в полном согласии. Между собой, но они растут вместе. Я имею возможность правильно познакомить, если новое животное появляется. Тут тоже нужно понимать, как подходить к иному или другому животному. Чтобы не напугать, чтобы никто не ревновал. Тут нужно просто изучать эту тему, чтобы у вас никто не дрался в семье между животными. Питаются Чаузи шотландцы и Мейн-кун преимущественно сухим кормом. Однако ужинают каждый день по-королевски. Говядиной, кроликом и перепелками. Мейн-куну Лёве два года. Несмотря на свой грозный вид, он очень ласковый и добрый. А домашний называют его миротворцем. А это шотландец Шуня. У него один из самых необычных и редких окрасов – шоколадный. А еще он чемпион своей породы. Как и у всяких мохнатых питомцев, у животных Натальи Калачиковой есть своя иерархия. Ведь на одной территории уживаются как минимум пять семей. Но дело до крови никогда не доходит. Все кошки учатся, охотятся, делят территорию и даже выясняют, кто же главный исключительно в игровой форме. На этом у меня все. Хорошего вам вечера и хороших вам выходных.